Rainbow English учебник, шестой класс, первая часть, юнит 1, степ 8, упражнение номер 5. A. Прочитайте текст и озаглавьте его. Читаем, переводим, озаглавим, и затем у нас задание B. Итак. МОСКОВ Метро When the Moscow Metro opened in 1935, it had two lines. Now it has got more than 10 and their number is still growing. The metro trains move very fast and you can easily get to the center of the city from any other place of the capital. People who live in Moscow are very proud of their metro. Так, переводим и даем заглавие. Москва – замечательный город для туристов. Ну, или замечательный или великий город, да, ну, может быть, как замечательный лучше перевести. Каждый год много людей из разных стран приезжают в столицу России повидать ее достопримечательности. Places of interest – это и есть достопримечательности. Одна из них – это Московское метро. Многие посетители говорят, что станции Московского метро выглядят как прекрасные дворцы. И на самом деле вы можете увидеть или вы видите чудесные колонны и красивые или прекрасные скульптуры на некоторых станциях. Московское метро – одно из самых глубоких и самых, как бы сказать, оживленных, можно сказать, да, то есть там, где много людей, метро в мире. Когда Московское метро открылось в 1935 году, у него было две линии. Теперь у него более десяти, и их количество, то есть нам в этом не только номер, это еще количество, до сих пор растет. Так, это у нас поезда метро, да, или, ну да, поезда, да, поезда метро двигаются очень быстро, и вы можете легко добраться до центра города из любого места столицы. Люди, которые живут в Москве, очень гордятся своим метро. Понятное дело, я думаю, тут ясно, да, что речь идет о московском метро, поэтому можно так и озаглавить. Так, сейчас. Да, Moscow Metro. А теперь смотрим, что у нас в задании be. То есть вот эти факты у нас правда, true, неправда, false, или not stated, то есть неопределено, в тексте об этом не сказано, да, неопределено. Так, поезда московского метро быстрее, чем обычные железнодорожные, да, railway, железнодорожные поезда. Об этом сказано не было, поэтому not stated, ну, я сокращенно пишу, то есть неопределено. The Moscow Metro trains are faster than railway trains. Второе. Давайте читаем сначала, потом перевод. You can get faster to any place in Moscow if you travel by the Moscow Metro trains. Вы можете добраться быстрее в любое место в Москве, если вы едете или путешествуете на поездах московского метро. Так, вот здесь интересно. Ну, если честно, у нас в тексте была фраза о том, что вы можете добраться very fast, то есть очень быстро. В смысле, что эти поезда двигаются очень быстро, и вы можете легко добраться, но то, что вы можете добраться быстрее, ну, я даже не знаю, кстати, можно ли сказать, что это у нас идет отсылка именно к этому предложению в тексте. Ну, как-то они, ну, неравнозначны, да, то есть здесь у нас идет просто вы можете быстро, очень быстро добраться. А здесь, что вы можете добраться быстрее. Нет, ну, так-то фактически, конечно, быстрее мы можем добраться на метро, но именно по тексту. Вот, кстати, я тут даже и не знаю, что вам написать. Я вам напишу not stated, но это я для себя пишу, знак вопроса. Я не уверена в этом. То есть, возможно, true, возможно, все-таки not stated, потому что, да, ну, потому что здесь нет именно вот этой фразы, что именно быстрее вы можете добраться. Тут есть фраза, что вы можете быстро добраться, поэтому боюсь ошибиться, ладно, поставлю знак вопроса, то есть тут аккуратненько. Если что, учителя, скажите, извините, я вот не сильно тут понял, как вы думаете, все-таки not stated или true. Третье. The Moscow Metro trains move fairly fast. Поезда московского метро двигаются достаточно быстро, довольно быстро. Это да, то есть об этом как раз и сказано. Ну, тут даже сказано о том, что они очень быстро двигаются. Ну, достаточно быстро это тоже самое, можно сказать. Здесь я поставлю true. Так, секунду, чуть-чуть повыше мы его возьмем. И последний, четвертый. It is difficult to get from the center of the city to other places of Moscow. Сложно добраться из центра города до других мест в Москве. Ну, вообще-то, да, реально сложно. Но пока вы не зайдете в метро, там уже быстро. Поэтому, видите, тут как бы так-то правильно, но не учитывается, что есть еще метро. Вот на метро это быстро, поэтому давайте мы тогда вот здесь ставим false. То есть первое not stated, второе возможно not stated, возможно true, вот здесь не уверена. Третье true и четвертое false. Продолжение следует...